Святитель Иоанн Златоуст в 43-й беседе на первое послание к Каримфинам говорит нам о том, что делающий добро и испытывающий зло получит большую награду Не удивляйся, когда видишь, что праведный, совершающий великие подвиги, терпит множество бедствий ибо надлежало бы девиться противному то есть, если бы дьявол, будучи часто поражаем, оставался в покое и кротко переносил наносимые ему раны Не удивительно, если змей, получая непрестанные удары, свирепеет и бросается на удар являющего а дьявол, присмыкаясь, свирепствует против всех злее всякого змея и нападает, выставив жало подобно скорпиону Это не должно смущать нас Возвращающимся с войны после сражения и победы необходимо быть в крови, а нередко иметь раны Посему и ты, когда видишь, что кто-нибудь подает милостыню и совершает множество других добрых дел и таким образом сокрушает силу дьявола а между тем подвергается искушениям и бедствиям не смущайся этим, что сильно поражает дьявола Но для чего, скажешь, Бог попускает это? Для того, чтобы он удостоился больших венцов а дьявол получил сильнейшее поражение ибо когда он, делая добро и испытывая зло, за все благодарит Бога тогда дьявол поражается Великое дело быть милосердным и добродетельным тогда, когда обстоятельства благоприятны но гораздо важнее не отступать от доброй деятельности и во время бедствий В последнем случае человек действует собственно для Бога Итак, возлюбленные, будем ли мы находиться в опасности или терпеть что-нибудь прискорбное Станем с тем большим усердием совершать подвиги добродетели Ибо не ныне время воздаяния Не будем искать венцов здесь дабы во время раздаяния венцов нам не уменьшить свои награды Как у художников, работающих на собственном издевении получают они большую плату А проживающие на счета нанявшего их получают плату гораздо меньшую Так и из святых, кто совершает много добра и терпит много зла тот получает полную награду И гораздо большее воздаяние не только за добро, которое он сделал но и за зло, которое он претерпел А кто наслаждается здесь, живя в удовольствиях и роскоши тот получает там не столь светлые венцы Посему не будем искать воздаяния здесь но тогда особенно и будем радоваться когда мы, делая добро, терпим зло потому что там Бог готовит нам награду не только за добрые дела, но и за претерпеваемые искушения Дабы сказанное было яснее представим двух людей богатых которые оба и милосердые и подают бедным Потом пусть один останется при своем богатстве и наслаждается полным благодеянием а другой пусть пойдет в бедность и подвергнется болезням, несчастьям и между тем благодарит Бога Когда они отойдут отсюда то который из них получит большую награду не явно ли, что подвергающийся болезням и скорбям так как он и в благоденстве и в злополучии не впал в человеческие слабости нет сомнения он такой человек подлинный столб адамантовый и есть раб верный если же всякое добро надобно делать имея ввиду не царство а волю Божию которая более всего царства то чего удостоится тот кто не родит одобродетели потому что здесь не получит за нее воздаяния посему не будем смущаться когда видим, что кто-нибудь принимающий к себе вдовицы часто угощающий бедных лишается своего дома из-за пожара или испытывает другое подобное несчастье он и за это получит награду так и Иов не столько удивляющийся за его милостыни сколько за следование потом следующие страдания а друзья его зато и осуждаются и почитаются ничего не стоящими что они требовали воздаяния в настоящей жизни и потому неправедно судили оправедники и так терпят бедность и нищету не будем искать воздаяния в здешней жизни крайне постыдно домогаться здешних благ тогда как нам предлежит небо и благо выше чем небесное и Господу нашему слава во веки веков Аминь инфекция как домоган , то благощение и г ह Acts , мы видим, именно государство обоим великое сем о х ?,